Всем привет, девчонки, мальчишки, все, кто подписан на группу Rowing Trade. Сейчас будет рубрика «Спорт». Буду рассказывать про методику тренировок на разные мышечные волокна. У нас есть, в принципе, три стандартных упражнения по развитию определенных волокон. И есть, так скажем, методы тренировок, тоже можно сказать, наверное, два вида основных для увеличения аэробных способностей наших мышц, для увеличения количества митохондрий. Вот, мы сейчас едем в качалку. Попробую вам рассказать основные принципы, на что стоит обращать внимание, как стоит тренироваться именно в этих условиях. Будет интересно смотреть нас. Спасибо. У нас тренировка на окислительные мышечные волокна. Я вам расскажу, как заниматься именно с этими мышечными волокнами, как тренировать именно их. У нас есть несколько видов волокон. Это окислительные мышечные волокна, гликолитические мышечные волокна и высокопороговые мышечные волокна. Для каждого из них у нас есть определенная своя тренировка. Окислительные – это те мышечные волокна, на которых мы, в принципе, ходим. То есть, если вы замечали, может быть, мы можем идти пешком, и мы не устаем, мы не закисляемся. Если мы начинаем подниматься по лестнице или бегать, у нас начинают забиваться ножки, нам становится тяжелее ходить, и тем самым включаются как раз эти гликолитические, так называемые, мышечные волокна. Потом расскажу, как развивать именно отдельные гликолитические и высокопороговые мышечные волокна. Значит, чем хорошо именно развивать окислительные мышечные волокна? Тем, что вес используется небольшой. Если мы берем от максимального веса, это приблизительно 30-40% от максимального вашего одного повторения. Значит, вес используется 30-40%. В зависимости от вашей тренированности и физических возможностей можно вес увеличивать. У вас, естественно, увеличивается мышечная масса, сила растет, и можно этот вес потом в будущем увеличивать. Значит, как это должно выглядеть, да, то есть, как развиваются именно эти волокна? Берется 30-40% вес, делается упражнение, постоянно находишься в напряжении, используется короткая амплитуда. Лучше делать базовые упражнения, многосуставные, такие как жим, присед, тяга, может быть, подтягивание. Амплитуда короткая, фазы расслабления нету, мышцы постоянно напряжены, снаряд опускается под контрольный, поднимается под контрольный. Это упражнение длится в течение 30-45 секунд. В зависимости от ваших возможностей, да, можно начинать с 30 секунд, увеличивать до 45 секунд. Перерыв отдыха 30 секунд. И так повторяется 3 раза, то есть, это, так скажем, суперсерия, да, состоит из 3 раз. Может доходить до 5 повторений, то есть, таких до суперсерии в 5 раз. То есть, в зависимости от ваших физических возможностей. То есть, у нас получается критерий какой? 30 секунд напряжения, 30 секунд отдых. Таких, например, сделаем 3 раза. Если вы более подготовленные, можно сделать 45 секунд, так же 3 раза. Либо можно увеличить количество повторений, то есть, до 5 доводить. Значит, если мы говорим о том, что серия делается от 1 до 3 серий, да, то есть, получается, мы делаем 30 через 30, например, 3, либо 5. Таких делаем мы 1 до 3 повторений, таких кругов. То это у нас тонизирующая тренировка. Но на самом деле, если вы такую тренировку не делали, она будет для вас, на самом деле, развивающей. Потому что она очень тяжелая, потому что медленно опускать и медленно поднимать в течение 30 секунд. Примерно 2 движения, ну, может быть, 3-5 там движений, да, у вас, может быть, будет. То есть, надо это все медленно делать. Может мышцы немножко трясти. Психологически, да, тяжело это упражнение делать. Вы постоянно снаряд двигаете, опускаете. Кровь у вас в мышцы не поступает. Происходит боль, жжение. Становится тепло. Первый подход просто сделать, да, вот на втором, на третьем. На третьем вы будете чувствовать, что действительно, то есть, упражнение тяжелое. Если вам не хватает, можете добавить, там, да, то есть, 3-5 повторений. Значит, тут обязательно, чтобы не было у вас отказа, чтобы у вас движения происходили. То есть, в третьем, там, в четвертом и в пятом подходе, в последнем заключительном, даже, да, там, суперсерийном, я имею в виду, чтобы у вас было движение. Вот вы сделали это упражнение, у вас идет интервал отдыха. Интервал отдыха должен быть активным обязательно, то есть, от 5 до 10 минут. То есть, и во время отдыха обязательно надо не стоять, не отдыхать. Делать какие-то второстепенные упражнения. Можно статодинамику делать, например, на вторую группу мышц какую-то, да, то есть, тоже на базу. Например, вы делаете спину статодинамическую, потом вы делаете приседания статодинамическую. Лучше делать вообще другие группы мышц, которые далеко находятся от тех мышц, которые вы тренируете. Чтобы восстановиться нормально, лучше делать совершенно разные группы мышц. Если мы, например, делаем жим, то можем делать, например, подтягивания, да. Если мы делаем, например, тягу, лучше делать, например, ноги. Поскольку вес маленький, тут травмы невозможны, то есть, да, в принципе, потому что вес небольшой и движение короткое, подконтрольное. Можно делать, если у вас какие-то есть травмы, там, по связкам, суставам небольшие, да, то есть, потому что это веса небольшие, ограничения какие-то по здоровью. Либо вы болеете, а хоть хотите удерживать физическую форму. Ну, то есть, тоже такое может быть, да, то есть, вот там, может, простудились, еще что-то. Это низкоинтенсивная тренировка, она не темповая, то есть, не с большим весом, да. Можно делать во время болезни, то есть, в принципе, тоже. И вы сильно не потеете, там, сильно не дышите. Во время статодинамики, кстати, обязательно дышать, то есть, дыхание не надо задерживать, потому что при задержке дыхания вырастает давление. Вот, это нам не надо. Значит, по поводу циклирования, да, как это делать лучше. Если мы говорим про 1-3 серии, то делать можно таких, там, 2 раза в неделю на одну группу мышц. Если мы говорим про развитие, только 1 раз в неделю, потому что миофибрилы именно растут в течение примерно 14 дней. То есть, вы первый день сделали, на второй, там, неделю, например, на тот же день, получается, 8 день, да, вы сделали тонус, а на 14-й день вы опять делали, например, работу. То есть, именно рабочий подход. Значит, если мы говорим про тонус, то можно, в принципе, 3-2 дня в неделю это сделать. Если делаете по 1 серии, то можно, там, до 4 дней в неделю это делать. Всё зависит от вас, и если вы не хотите сильно перетренироваться, можно заниматься, там, по чуть-чуть, там, каждый день, да, результат у вас тоже будет расти, но, опять же, до определённого момента. То есть, поэтому надо тут, на самом деле, думать уже о программе, ну, более глубже в это смотреть. Значит, можно делать статодинамические упражнения с железом, с резиной, с собственным весом, да, можно железо также плюсовать, там, с резиной. Именно это упражнение позволяет включить ещё максимально в натяжении ещё дополнительные мышечные волокна. То есть, что позволяет проработать, так скажем, ну, более глубже, да, то есть, ещё мышечные волокна. Ну, вот закончилась тренировка на окислительные мышечные волокна. Делали жим, тягу и приседания в разогреве, значит, чтобы просто кровь прогонять побыстрее по организму, чтобы быстрее разогреться, потому что мы в шатре. Здесь, ну, прохладненько относительно, печка как-то... Да, для тренировки самое то, потому что сильно, в принципе, как раз там не потеешь, тепло, комфортно, хорошая температура. Тяга шла легко, потому что, ну, у нас в гребле спина работает постоянно, а вот ножки немножко тряслись, непривычки, ножки тряслись, вот, и было тяжело приседать. До сих пор даже чувствую, что ноги нагрузились даже больше, нежели это самое, нежели спина, хотя спина тоже хорошо поработает. Вот. Если у кого-то есть какие-то вопросы по поводу, как циклировать спину, ноги, грудь, там, значит, и какие-то второстепенные упражнения, вы задавайте. А если кто-то тренировался, так вообще поделитесь своему, будет очень интересно послушать, как вы тренируетесь. И какой объем времени под нагрузкой для вас важен, сколько подходов важно, то есть это тоже все очень интересно. Поэтому будем трудиться, показывать, вот, свои тренировки. Если вам интересно, вы учите, будем дальше делать. Вот. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok